С вами канал Учебник Слух. Окружающий мир, 4 класс. Тема урока из книжной сокровищницы Древней Руси. В IX веке жили в Византии монахи Кирилл и его брат Мефодий. Кирилл славился своей ученостью, он знал несколько иностранных языков. Правитель Византии поручил Кириллу и Мефодию познакомить с христианством славянские народы. А для этого надо было перевести на славянский язык христианские книги. Но как это сделать? Ведь у славян не было своей письменности. Тогда Кирилл создал славянскую азбуку, глаголицу, от слова глаголить, говорить. Кирилл и Мефодий перевели на старославянский язык христианские книги. Позднее азбуку упростили их ученики. Она была названа Кириллицей. Письменность на Руси стала широко распространяться после принятия христианства. О развитии просвещения заботились многие князья. Князь Владимир велел отдавать в учения детей киевлян. В Киеве и в других русских городах существовали библиотеки. Грамотными были не только знать и служители церкви, но и простой люд. В Древней Руси создавались летописи, записи о важнейших событиях. Велись летописи по годам, из лета в лето. Они писались при княжеских дворцах, в монастырях. Самая известная летопись Древней Руси – «Повесть временных лет». Ученые считают, что ее написал в начале XII века Нестор, монах Киево-Печерского монастыря. Нестор рассказывает о восточнославянских племенах, нашествиях кочевников, первых русских князьях. Историки называют «Повесть временных лет» повестью о начале Руси. Древние рукописи дошли до нас в виде отдельных листов или книг. Рукописные книги Древней Руси – настоящие произведения искусства. Над созданием книги трудились несколько мастеров – переписчики текста, художники, украшающие книгу рисунками, переплетчики. До XIV века для письма в основном использовался пергамент. Этот материал изготавливали из телячьей кожи. Ненужные записи соскабливали и вновь писали на очищенном листе. Для письма делали коричневые или черные чернила. Для украшения рукописей использовали природные краски. Чаще всего это были киноварь – краска оранжево-красного цвета, и охра – краска желтого цвета. Орудиями письма служили очиненные птичьи перья, чаще всего гусиные. Книги были украшены орнаментами и красочными изящными миниатюрами. Рукопись, каждая глава и отдельная страница начинались и заканчивались рисунками, заставками и концовками. Начальная буква каждого абзаца рукой мастера превращалась в настоящее чудо. Специальные мастера одевали книгу в переплет. Он делался из досок и обтягивался кожей или тканью. Переплеты дорогих книг были роскошно отделаны золотом и драгоценными камнями. Чтобы листы книг не скручивались, к переплету приделывали застежки, кожаные ремешки с петлями. Сделаем вывод. Важным источником знаний о жизни Древней Руси являются летописи. Самая знаменитая из них – повесть временных лет. Книги в Древней Руси были рукописными.